здравствуйте в эфире таганрогская телевизионная сеть вы смотрите очередной выпуск программы обо всем понемногу с вами я ее автор и ведущий евгений токарян мы продолжаем знакомить вас с ассортиментом фитоцентра целебные травы рассказывает руководитель предприятия целебные травы северного кавказа екатерина олейникова здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу ответить на часто задаваемый вопрос чем наши травы отличаются от аптечных поясню травы продающиеся в аптеках проходят долгий путь от производителя до аптеки часто производитель просто закупает готовое сырье у поставщиков трудно узнать в какой местности травы собраны нет никакой гарантии чистоты трав наши травы собираются в горные местности в экологически чистых местах адыгеи у нас все прозрачно на сайте и в соцсетях в подробностях рассказано о нашей семье о производстве выложены видео и фото даны все контакты если нам нужно найти травы которые не произрастают на кавказе мы получаем их от надежных проверенных временем поставщиков с алтая и забайкалья все наши травы имеют паспорта качества декларации и сертификаты и главное в нашем ассортименте есть много редких трав которые не продаются в аптеках в ассортименте фитоцентра более 150 видов травяных чаев и сборов более 200 видов отдельных трав огромное количество готовых фитопрепаратов которые мы изготавливаем на собственном заводе в городе майкопе республики адыгея по вопросам подбора трав вы можете обращаться фитоцентр целебные травы наши специалисты дадут вам подробную информацию полный ассортимент продукции можно увидеть на нашем сайте лечат травы точка рф желаю вам здоровья и всего самого доброго до свидания вас ждут по адресу город таганрог улица александровская 79 ежедневно с 8 30 до 18 30 телефон горячей линии 8 800 775 31 91 обладатель городского знака доверия потребителей шашлычная 5 звезд хорошо известна таганроге здесь вы всегда можете приобрести свежие полуфабрикаты маринованное мясо курицы свинины говядины и баранины чтобы пожарить их самостоятельно а также заказать изготовление блюд на мангале из всех видов мяса курицы печени форели и семги шампиньонов картофеля и овощей заказ можно получить лично или к назначенному времени его вам доставят по указанному адресу доставка по городу бесплатная вас ждут по адресу улица дзержинского 144 л ежедневно с 11 до 23 0 0 телефон для заказов 633 555 шашлычная 5 звезд 10 сентября в очередном туре первенства страны по футболу во второй лиге зоны юг футболисты таганрогского форта принимали ставропольская динамо я предлагаю вам отчет об этой встрече первый тайм этой встречи прошел с преимуществом хозяев поля на 16 минуте петр володкин выйдя один на один не смог переиграть динамовского вратаря но именно петр поучаствовал голевой атаке на 33 минуте в борьбе именно с ним защитник гостей богдан рогочий отправил мяч в свои ворота хозяева вышли вперед 1-0 и все же на 44 минуте после удара руслана суланова мяч от рук москаленко попал в штангу и оказался в воротах 1-1 после перерыва уже гости упустили возможность выйти вперед на 56 минуте автор первого гола артур суланов не смог с 11 метровой отметки переиграть отлично сыгравшего николая москаленко затем чуть выше ворот из убойной позиции пробил таганрожец шамиль садуев а на 77 минуте прострел с фланга замкнул динамовец альберт курочинов гости вышли вперед 2-1 и все же хозяева поля получили возможность отыграться за нарушение в штрафной площади динамо против или юченко был назначен 11 метровый который на 88 минуте четко реализовал руслан паштов 2-2 с таким счетом и завершилась эта встреча и 22 99 лет назад 15 сентября 1923 года таганрогия родился будущий знаменитый поэт песенник михаил танец я решил узнать что знают о нем жители и гости нашего города и провел экспресс опрос скажите пожалуйста михаил танец вам знакомы это имя михаил танец конечно это известный композитор он родился в таганроге написал песню черный кот одна из любимых песен всех времен и конечно же гурсодал группу лесоповал замечательно скажите пожалуйста а вы можете сейчас вот вспомнить кроме вот тех что вы назвали еще какие-то его петь его песни помню что то есть про теплоход еще но точно не скажу вот эти точно помню что сказала сразу по моему есть какая-то про теплоход красивая жена у него очень молодец красивой песни пишет вместе писал она жива пишет пишет да скажите пожалуйста а вот можете из тех песен которых вы помните хотя бы несколько строчек или напеть или процитировать я куплю тебе дом ты так далее пруда что-то дальше дальше подмосковье да отведу что-то забыла слова да красивая песня от черного кота вот которого вы черный кода жил добыл за углом черный кот и кота ненавидел весь дом и так далее спасибо вам большую спасибо только единственное он был не композитором описал стихи и на его фейс на его стихи писались песни да ну может быть да может скажите пожалуйста имя михаил танец вам знакома ну конечно это композитор а что вы о нем знаете очень немного я знаю что он жил на итальянском там доме и что он учился в 10 школе скажите а тут небольшое уточнение он не композитор а поэт песенник вот вы вспомните хотя бы некоторые песни которые написаны на его стихи ну я не поклониться его честно признаюсь я уважаю как творческого человека но я не поклониться я знаю что группа лесоповал что у него жена поэтесса татьяна козловская замечательная поэтесса кстати ее стихи мне нравится больше ну вот видите как много вы о нем знаете зато сказала что композитор а вот так а вот такой а вот такой например такая песня как черный кот вам знакома конечно вот это его песни это первый хит его не знала а вот в исполнении долина есть очень интересная песня какая удовольствие намного интересного ну стена погода в доме это тоже танец ну я думаю что у него много будет текстов интересно но процитировать и спеть что-нибудь сможете нет не готова это надо артистические сосуды к тени я понял спасибо большое скажите пожалуйста михаил танец вам знакомо это имя до знакома это композитор и продюсер но правда творчество его не все далеко мне близко вот шансон я не очень люблю нужно наш земляк скажите пожалуйста но я немножко вас поправлю он не композитор все почему-то его называют от все называют композитором он поэт песенник на его стихи писали песни вот можете так навскидку хотя бы несколько вспомнить знаете вот что-то крутится в голове но сейчас группа по-моему любые пела его песни лесоповал лесоповал а любая нет не пела нет нет его группа лесоповал который он создал она и все его песни и пела ну хотя бы хотя бы одну из лесоповал а вот я сказала шансон не очень люблю поэтому творчество а я вам напомню вот такая всем известная такая на слуху а белый лебедь на пруду помните да да помню ну не очень несколько несколько слов хотя бы из нее да а белый лебедь на пруду ой качает павшую звезду на том пруду куда к тебе я не приду тебя я приведу но то что вы знаете о танече это уже хорошо ну да своих людей которые жили знаю но если было что-то другое спросили там может про раневскую это мне более близко а танечный скажите пожалуйста михаил танеч вам знакомо это имя да знакомо а что вы о нем знаете что это был поэт русский а он как-то не так как еще раз поэт песенник а скажите пожалуйста он как-то связан с таганрогом да связан каким образом он вижу скажите пожалуйста а какие-то песни вот так вот на вскидку вы можете я не вспомню ни одной ни одной это не мой жанр спасибо да и вам спасибо всего доброго скажите пожалуйста михаил танеч вам знакомо это имя не сильно но что-то вы о нем знаете может быть где-то слышал но не больше да спасибо вам бачка спасибо всего доброго скажите пожалуйста имя такое михаил танеч вам знакома ну да конечно знакома а что вы о нем знаете ну композитор скажите а какие песни вы его так вот на скидку сможете вспомнить у детских много он пи это песен чебурашка по-моему это что же его ну а взрослых сразу как-то и я пошла спасибо большое скажите пожалуйста имя михаил танеч вам знакома конечно знакома а что вы о нем знаете знаю что он родился в таганроге мимо часто гуляем дома его на итальянском где он жил песни очень любим вот особенно песня которая была про десятую школу и который потом исполнял алла пугачева у меня даже произошел один такой интересный случай мы с дочкой в машине ехали в школу слушали диск пугачевой и вот как раз именно песня балалайка которая была посвящена 10 школе потому что в ней учился а михаил танеч заиграла возле десятой школы скажите пожалуйста вот можете вспомнить еще какие-то стихи на которые написаны песни на недельку до 2 ну и если можно из какой-то песни хотя бы небольшую цитату или пропеть или просто процитировать ну конечно же на недельку до второго все уже начался учебный год все немножко устали всем хочется на недельку до 2 но мы ехать в комаров скажите пожалуйста имя михаил танеч вам знакома песенник конечно а что вы о нем знаете ну группа лесоповал в общем-то исполняла его песни какое-то у него наследие культ личности сидел вот потом был реабилитирован ну а что еще не ну в общем-то на слуху и достаточно как бы это подробности может быть мы не знаем но в общем-то кто такой понимает а скажите пожалуйста а он как-то связан с таганрогом вот этого я вам не скажу не знаю я тоже этого не знаю мы просто вот не на она из мурманска я с ростова приехали погулять здесь и поэтому не в курсе понятно скажите пожалуйста а вот так вот на вскидку хотя бы какие-то песни можете вспомнить название я наверно не вспомню а вы жена у него поэтесса знаю что вот не вспомню к сожалению да нет быстро так не вспомнить сейчас от вас отойдем и вспомню скажите пожалуйста знакомо вам имя михаил танич до а что вы о нем знаете сейчас скажу танич 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 вот знакомая фамилия но блин нет не все если вам подскажу что это поэт танич танич невозможно но я не скажу что какие произведения нет а то что он таганрожец знаете нет не знала скажите пожалуйста имя михаил танич вам знакомо конечно композитор а что вы о нем знаете родился таганроге жил какое-то время таганроге потом переехал в ростов воевал по моему даже старший лейтенант старший сержант или старший сержант точно не помню не совсем все вспомнил скажите пожалуйста а вот песни какие то вы сможете его перечислить так на вскидку группа лесопова поет много но название песни к сожалению не понятно то есть процитировать нет ни одной песни не сможете нет я как-то не акцентировался на этом послушал песня нравится танич все ну и дальше пошел к бы скажите пожалуйста вам знакомо имя михаил танич конечно а что вы о нем знаете это композитор много песен его любит вся страна а скажите он как-то связан с таганрогом по я не в курсе неужели связан еще вопрос вот вы сказали много песен вот можете так на скидку несколько названий его песен ну почти все песни которые мы любим они все танича ну например например не могу растерялась ну вот группу лесоповал приходилось слушать ну лесоповал да вот какая там такая самая на слуху знаменитая песня про какого-то лебедя белый лебедь на пруду конечно вот эта песня танича а можете несколько несколько строчек хотя бы из нее воспроизвести или спеть или просто процитировать а белый лебедь на пруду качает павшую листву на дом пруду куда тебя я приведу вот видите как замечательно мы все с вами спасибо скажите пожалуйста вам знакомо имя михаил танич конечно знакомо а что вы о нем знаете ну знаю что он поэт песенник иногда под настроение с удовольствием слушаю его песни а вот так сейчас на вскидку можно можете сказать назвать несколько его песен вы знаете мне к сожалению медведь на ухо наступил на охоте поэтому вот мотивы помню с удовольствием слушаю да я как бы не являюсь меломаном я прошу прощения то есть название просто просто перечислить название мелодии я всегда даже вот если вы мне спросите хотя бы одну песню аллы пугачёвой да кроме миллиона роз я наверно не назову а белый лебедь на пруду с удовольствием так вот это и есть танец от черных от черных от черных котов и кошек так много песен поэтому я не могу тут говорить у танича это своеобразная хорошая песня я вот постоянно не слушаю говорю что иногда бывает вот на машине едешь да где-то есть шансон да и там песни танича поют с удовольствием слушаешь вот сказать что я вот слушаю специально танича конечно вы не слушаете ну понятно и еще один вопрос скажите а как танец связан с таганрогом и связан ли вообще но насколько я знаю по моему он родился в таганроге какие по крайней мере как мне рассказывали да и как многие известные таганрожцы уехали и идут споры некоторые таганрожцы они говорят что наши земляки уехали с таганрога и сказали больше я сюда никогда не приеду а некоторые говорят что не с ностальгией вспоминали о таганроге и мечтали приехать вот танич танич как раз перед восьмидесятилетием приезжал таганрог я знаю я с удовольствием слушаю песни отношусь хорошо но не являюсь его там поклонником а теперь я расскажу вам о жизни и творчестве народного поэта почетного гражданина таганрога михаила исаевича танича в этом доме номер 55 на итальянском переулке 15 сентября 1923 года родился и прожил до 14 лет миша танхилевич будущий поэт песенник михаил танич мальчик с детства был очень одаренным в четыре года он уже свободно читал и очень рано начал писать стихи как и у большинства таганрогских мальчишек у михаила было две страсти футбол и цирк на пустырях со свистниками гонял мяч подаренный ему отцом в пятилетнем возрасте и при этом умудрялся хорошо учиться в школе и заниматься музыкой но в жизнь счастливой семьи вошла беда в 1937 году отец мише исаак танхилевич руководивший коммунальным хозяйством города по обвинению в расхищении социалистической собственности был арестован а в 1938 расстрелян вскоре арестовали и маму оставшись один он переехал к деду по материнской линии в ростов-на-дону аттестат об окончании школы михаил получил 22 июня 1941 года затем была эвакуация в тбилиси там он поступил в артиллерийское училище после завершения обучения в котором в июне 1942 года был назначен командиром орудия и в составе артиллерийского полка отправлен на фронт воевал на первом белорусском и первом прибалтийском фронтах с боями прошел от белоруссии до эльбы в декабре 1944 года был тяжело ранен и по словам самого танеча едва не был похоронен заживо в братской могиле победу михаил встретил германии за мужество и героизм проявленный в боях был награжден орденами красной звезды и славы третьей степени после победы он переехал в ростов-на-дону поступил в инженерно-строительный институт но в 1947 году танец был арестован его осудили по статье антисоветская агитация на 6 лет лагерей за то что однажды в компании похвалил немецкие дороги и радиотехнику на свободу танец вышел в 1953 году а в 1956 был реабилитирован об институте он уже не думал и начал работать в городе воском на гидрострое здесь 33 года женился на 18-летней лидии козловой с которой познакомился на вечеринке она спела под гитару подобрав подходящие мелодии две песни на его стихи назвал нашим поэтом и понятия не имея что автор находится рядом вместе они прожили более 50 лет и вырастили двух дочерей благодаря ей михаил снова обрел интерес к жизни ему захотелось створить для своей музы первая песня текстильный городок написанная в содружестве с композитором яным френкелем сразу понравилось слушателям а черный кот музыку для которой написал юрий соульский 60-е годы стал настоящим хитом и звучал из каждого окна танец плодотворно сотрудничал также с владимиром шаинским оскаром фельдсманом эдуардом калмановским соловьевым седым аркадием островским давидом тухмановым раймондом паулсом владимиром гамалея георгием мавсисяном юрием антоновым игорем николаевым в тандеме с каждым из них рождались настоящие шедевры советской эстрады среди которых на дальней станции сайду ну что тебе сказать про сахалин как хорошо быть генералом идет солдат по городу аэропорт на недельку до второго проводы любви погода в доме и многие другие став известным поэтом в память о годах проведенных саликамском лагере 1990 году создал группу лесоповал для музыкантов этого коллектива михаил танец написал более 300 композиций среди которых и ставшая настоящим хитом я куплю тебе дом в июне 2003 года михаил исаевич приехал в таганрог для участия в съемках телевизионного фильма возвращение домой посвященного восьмидесятилетию поэта он вернулся в город своего детства спустя 65 лет у меня не было близких друзей у нас никто не играл футбол у меня друзья были все по футболу они по школе вот меня волнует что вот мальчишки это я вот это я такой вот пацан на том же самом месте то есть не все меняется а есть что то вот 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 это я вот смотрите на том же самом месте начинался несостоявшийся футболист несостоявшийся мастер спорта может быть несостоявшийся роналдо михаила исаевича не стало 17 апреля 2008 года но в нашей стране продолжают читать его стихи и петь его песни помнят о нем и в родном городе 16 сентября 2001 года на доме где жил поэт была установлена памятная доска с 2004 года разыгрывается кубок танича по футболу а 15 сентября 2013 года в день 90-летия михаила исаевича у дома молодежи собрались таганрожцы и гости города исполнители его песен близкие люди среди которых была и его муза жена лидия козлова ну не знаю наверное он бы сейчас на меня маленько обиделся но он великий человек только такие могут подбежаться на таких клиент мне очень приятно что я здесь сегодня спасибо что мы можем сегодня спали поговорить о томич лично для меня это человек никогда никуда не уходил когда я родилась уже был черный кот и в общем то я выросла на этих песнях судьба дальше подарила мне дружбу с этим прекрасным человеком после того как его физически с нами не стало все равно продолжаем с ним работать все равно появляется его новые песни и все равно с нами рядом есть его большая половинка лид николаевна давайте похлопаем есть вы его земляки и есть прекрасный город таганрог куда теперь можно просто приезжать и посмотреть где же рождаются настоящие поэты спасибо вам большое дорогие друзья вас здесь так много я даже не ожидала чтобы бросили свои заботы дела время обеда и пришли сюда спасибо я тронута честью которую вы ему оказали что решили поставить памятник и мне нравится в том пьедестал на траве он такой же человек как и вы такой же плодят плоди такой же сын народа я вам прочту сейчас стихотворение со шутливой насчет его популярности славы надеваю на себя шляпу и притягиваю дождь как магнитом примеряю на себя славу и хожу и кажу себе болван знаменитый и не разу в суетах вечных на себя не оглянусь здраво а к лицу ли мне вообще песня а к лицу ли мне вообще слава какой был демократичный мужик а вот что он сказал о себе как долго я шел по снегам и затором кто и цели которая мне и теперь не ясна кому-то фартило и ангелы пели им хором а я оглянуться боюсь позади крутизна стою высоко но хотя и вершина не видно заходится дух если вниз не взначай погляжу других не толкал я взобрался не стыдно а в пропасти кто это я там разбитый лежу вот вы ему сделали прием уже девять лет эта скромная стела напоминает жителям и гостям города о том что именно в таганроге родился замечательный человек участник великой отечественной войны легендарный поэт песенник автор многих популярных хитов народный артист россии почетный гражданин таганрога михаил танич и хочется верить что в будущем году к столетию михаила исаевича в таганроге все-таки появится памятник поэту и тогда он навсегда вернется сюда в город своего детства так что таганрог моей жизни видимо занимает довольно прочное место я даже сам до поездки сюда этого не знал очевидно что детство это самая сильная пара в жизни каждого человека вернуться в детство сладкая затея не сетовать что жизнь прошла зазря лежать ни в чем на пляже бронзовее не думая о первом сентября вернуться в детство врать себе безбожно что кто-то ждал и знал тебя сюда вернуться в детство это невозможно там нашего ни звука ни следа обладатель городского знака доверия потребителей шашлычной 5 звезд хорошо известна в таганроге здесь вы всегда можете приобрести свежие полуфабрикаты маринованное мясо курицы свинины говядины и баранины чтобы пожарить их самостоятельно а также заказать изготовление блюд на мангале из всех видов мяса курицы печени форели и семги шампиньонов картофеля и овощей заказ можно получить лично или к назначенному времени его вам доставят по указанному адресу доставка по городу бесплатная вас ждут по адресу улица дзержинского 144 л ежедневно с 11 до 23 00 телефон для заказов 633 555 шашлычная 5 звезд завершить этот выпуск программы песня леонида севера и алексея гуркина памяти михаила танеча а я прощаюсь с вами и желаю всем удачи отличного настроения и как можно больше положительных эмоций будьте здоровы до свидания а Затих приморский город Из вдохновения руды Взлетают блики памяти и смысла Гитарная струна выводит новые лады Рождая зарифмованные мысли Акации в почетном карауле Склонились над безлюдной мостовой Грустит уютный тихий переулок Здесь жил поэт любимый и родной Вдыхает вольный ветер приазовская земля Где довелось и танечу родиться Рифмует строчки бар у перекрестка бытия Листая перепетые страницы Лесоповал звучит в небросских жактовских дворах А черный кот хозяин сонных улиц И не подозревая, что давно воспет в стихах На лавочке лежит лукаво жмурясь Акации в почетном карауле Склонились над безлюдной мостовой Грустит уютный тихий переулок Здесь жил поэт любимый и родной Особый мир у тех, кто рифмы призрачный туман Способен воплотить слова и чувства Для них звучит небесных сфер Таинственный орган И превращает творчество в искусство Над итальянским стая Чаек трепетно кружит Верстает время вечности кроссворды И Миша Танхилевич К муру радостно бежит И бар слагает новые аккорды Акации в почетном карауле Склонились над безлюдной мостовой Грустит уютный тихий переулок Здесь жил поэт любимый и родной Субтитры создавал DimaTorzok